До начала матча минуты команды-участницы товарищеской встречи, а сегодня это сторонники и однопартийцы «Единой России» разминаются. Относиться к нему не надо как к какому-то соревновательному элементу. Это всё-таки благотворительная встреча, это обычная тренировка. И поэтому, конечно, она будет зрелищной, ведь это футбол, это самый лучший вид спорта в мире, который существует. Состязание по мини-футболу носит благотворительный характер. И несмотря на то, что главное в этом матче всё же участие, а не победа, соревновательный дух у футболистов присутствует. Как вы считаете, ваша команда имеет шансы на победу? Конечно, имеет. Почему? Ну, потому что «Единая Россия», она всегда побеждает. Команда «Северная партия» фискует? Верь! Игра началась первый там весьма оживлённый, забито 8 голов. Счёт 3-5 в пользу команды сторонников партии. Команды обе играют неплохой футбол, скажем. Не хватает, конечно, сыгранности, так как команды сегодня встретились, как можно сказать, первый раз за всё время. А так посмотрим по итогам, конечно, игры. За команду однопартийцев выступают депутаты всех уровней власти, руководители департаментов. В первом тайме по условиям соревнований за эту команду играет и губернатор округа Юрий Бездудный. Ему, кстати, удалось забить гол в ворота соперников. У меня очень яркие впечатления от игры. Первое. Очень давно не играли. И сегодня игра, ну, просто полный драйв. Полный драйв. Понятно, что сторонники хотят выиграть. У них есть серьёзный очень мотив для этого. Денис Гусев – сенатор от Няницкого округа и известный в регионе боксёр тоже в команде однопартийцев. Спортсмен признаётся, что играть в мини-футбол с членами партии – добрая традиция. Сам процесс от игры, от общения, я думаю, ну, в разной форме. Кому-то тяжело, кому-то это. Ну, все вот с хорошими эмоциями, я вижу, на поле вот приносят удовлетворение. Ну, конечно, ну, если хочется забить, и где-то приходится напрягаться, и скоростные такие моменты выбегать. И при том, мы с Юрием Васильевичем играем, то есть тут как-то нужно и пас дать губернатору, да, чтобы мы тут сыгранность была в двойке. Второй тайм не менее зрелищный, и теперь губернатор в команде белых футболок. Галкипер Анатолий Курленко в воротах однопартийцев только успевает отражать атаки противников. И пока на мини-футбольном поле идут баталии, напомним, благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в округе уже в четвёртый раз. Жители региона исполняют мечты детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, которые долгое время находятся на лечении в медицинских учреждениях региона. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе организации и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно приобрести подарки, которые дети попросили в своих новогодних письмах. И вот второй тайм подошёл к концу. Счёт 9-8 в пользу сторонников партии. Однопартийцам не хватило всего одного гола. Это хорошая традиция. Не мы единственное проводим такие матчи. Неважно в каком формате и какие команды, но благотворительный матч – это уже давняя традиция. И сегодняшний матч, он в первую очередь благотворительный. Те средства, которые мы соберём, а мы узнаем, какую сумму, мы направим на подарки детям. Это очень хорошая традиция. Если дети под Новый год получат новогодние подарки, особенно дети, которые без родителей, ну это совершенно замечательно. Все собранные в ходе матча средства будут направлены на подарки детям. Актуальный список с пожеланиями детей можно получить в комплексном центре социального обслуживания.